В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. За крышу ответят. Времена, когда страна существовала по принципу все вокруг колхозное, все вокруг мое, а на деле ничье, то к радости одних огорчению других прошли. И в ближайшее время собственникам квадратных метров придется вспомнить, что у них есть не только права, но и обязанности по содержанию жилья. С нового 2014 года помимо привычной квитанции за квартплату появятся дополнительные квитки. Эти суммы пойдут в копилку на черный для домов день, то есть на капремонт. Раньше латание крыш, замена коммуникации полностью покрывали бюджетные деньги, но вечно жить за казенный счет нельзя. Капитализм на дворе. Правда, как обещают власти, он все же сохранит человеческое лицо, то есть останется социально ориентированным. Государство не снимает с себя финансового ерма. Как все это будет реализовываться на практике, что дает новый закон собственникам взамен того, что им придется раскошелиться, об этом на неделе говорили на Всероссийском совещании, которое три дня шло в Самаре. Площадки для такого широкого обсуждения 63 регион выбрали не случайно. У нас и соответствующий закон приняли в числе первых, и уже создали попечительский совет при региональном фонде, так называются кубышкой, куда будут стекаться средства на капремонт. Ну а то, что Самара оказалась впереди России всей, говорят власти, дает ей право уже рассчитывать на деньги из центра. Сегодня мы решили все организационные вопросы для того, чтобы запустить работу фонда. В этом году пойдут первые контракты. 400 миллионов мы направляем с бюджета в Самарской области, 165 миллионов рублей перечисляет федеральный бюджет в этот фонд. Практически все регионы уже такие системы начинают создавать, но кто-то быстрее, как Самарская область, кто-то помедленнее. Показатель того, что, наверное, тот курс, который выбран, он еще неправильный. Нам самое главное, чтобы он шел в заданном направлении, был абсолютно прозрачен для всех, в первую очередь для гражданина. Потому что именно гражданину и придется привыкать к новой статье расходов. При этом существует два способа накопления этих денег. Можно завести личный счет дому в банке, самим выбирать подрядчика, составлять сметы, контролировать то, как и на что потрачены сбережения. Другой путь проще. Для тех, кто привык все передоверять государству. В таком случае деньги пойдут в региональный фонд, проще говоря, в общий котел. Им будет руководить специально созданный оператор. Средства на ремонт домов распределят в порядке очередности. И вначале отремонтируют ветхие дома, для которых промедление смерти подобно. Но именно это положение закона и вызвало самое бурное его обсуждение. Неужели, к примеру, жителям новостроек придется платить и за себя, и за того парня, удивляются критики. Авторы реформы и ее сторонники парируют. В наших руках управление нашим домом, и мы тратим деньги не от дяди Васю, а для того, чтобы в этом доме крыша не провалилась. Вопросы власти не самоустранятся. Именно местные органы власти и по закону о капитальном ремонте обязаны провести в каждом доме собрание собственников, чтобы собственники приняли решение сознательное. Не молчунами пошли в рекоператор, в этот котел, который все пытаются критиковать, а сознательно им объяснили плюсы и минусы. Другое дело, что есть много жителей новостроек, которые говорят, слушайте, да даже через 10 лет я не хочу заниматься выбором подрядчика. Я не хочу, если нужно не через 10 лет, а через 7, не хочу заниматься привлечением кредита. Я не хочу контролировать, как этот подрядчик выполнит работы. Пусть мне государство, конечно, в перспективе мы должны перейти на то, что мы сами с вами будем копить свои деньги без всяких ред операторов. Но это вопрос просто некоторой перспективы. Очень много подряд, порой, клише приписывалось к этому закону. Очень часто люди, даже не читая самого текста, критиковали. Первое, о чем говорит этот закон, это о том, что нужно создать постоянно действующую систему финансирования капитального ремонта зданий и сооружений, в которых живут люди. На протяжении большого количества лет такой системы не было вообще. И поэтому тот недоремонт, который у нас на сегодняшний момент существует в стране, практически обрел уже очень серьезные масштабы. Недоремонт по стране, это официальные данные, оценивается в 3,5 триллиона рублей. И это еще без учета 6 триллионов, которые нужны на приведение в порядок домовой инфраструктуры. По данным Минрегиона, в срочной коммунальной помощи нуждаются 60% многоквартирных домов. В них живут порядка 48 миллионов человек. В Самарской области картина та же, что и в целом по России. И если не принять срочных мер, уже к 2020 году две трети жилого фонда страны придет в аварийное состояние. Как, к примеру, вот этот, Самарский дом на Максима Горького. Ровесник революции. Недавно здесь рухнул потолок. Там, где сейчас лежат куски цемента, говорят жильцы, обычно стоит диван. Нам просто повезло сегодня, что мы остались живы. Сталинка на Льва Толстого в сравнении с этим домом почти новостройка. Ее возвели только в 36-м. С тех пор дом, сложенный на совесть, почти не доставлял проблем коммунальщикам. Но даже такое крепкое строение имеет срок годности, особенно если капремонт 30 лет не делать. Испытания временем Сталинка не выдержала. На этой неделе в подъезде обрушился потолок. Старые постройки все хорошие, понимаете? Но не столько жилья. Какой новый дом простоит в 36-м? 100 коллег. Все ломается, все приходит в невгодность. Однако я хочу сказать, что вот этот дом является одним из лучших в этом квартале, не считая новейших построек современных. Он как-то более-менее содержится. О том, что с Нового года среди коммунальных трат появится еще одна статья на капремонт, жители этой Сталинки уже наслышаны. Они, кстати, не против платить. Ведь комфорт и безопасность стоят денег. Вопрос, как они будут потрачены. Рушатся, рушатся еще. А что сделать? Вы знаете, это зависит от того, как жильцы вносят деньги. Вот что. И не надо быть ханжой. У каждого гражданина платежеспособность, ну, разная, да. У меня средняя, будем сказать. Но я думаю, что если деньги не будут, как всегда, разворованы, то на пользу пойдут. Давайте разберемся, кто ворует. Воруют на подрядах. Так же, как на стройке. И поэтому особое внимание в рамках формирования региональных систем будет обращено на публичность процедуры закупок. Кто этот подрядчик? Почему он выбрал? А главное, что он до этого сделал? Нет ли у него истории криминальной? И нет ли уже недоделок по другим домам? В Самарской области планируется будет проходить публичную процедуру и наблюдательный попечительский совет этого фонда, в котором такой в хорошем смысле конфликт интересов. Есть и депутаты, есть и чиновники, есть и общественники. Вот вы согласовываете нам закупки, чтобы вы репутационно тоже отвечали. К этому такое отдельное, пристальное, политизированное внимание. Это хорошо. Это просто мотивирует всех, кто принимает решения, понимать, что если ты жульничаешь или что-то попытаешься украсть на этапе закупок, ну слушайте, то есть тебе точно, значит, тюрьма по тебе 100% плачет. Совет дома, многоквартирный, он обязан быть в каждом доме, в перечне подписантов, соответственно, ТСЖ, если там на доме ТСЖ, в перечне подписантов. Сами собственники принимают эти работы. Лучшего контроля, как мы с вами, за своей собственностью, все равно не будет никогда в жизни. Здесь, как бы, первая скрипка за собственником. В том, что лучший контролер подрядчиков – это бдительность самих собственников, убежден и глава Самары Дмитрий Азаров. Не хотите платить деньги даже региональному оператору? Создавайте ТСЖ, аккумулируйте средства у вас. У вас. Лично на счету конкретного вашего дома. Все в ваших руках. Поймите правильно. Вы собственники, вы хозяева своего дома. Никто, лучше, чем вы, ситуацию эту не проконтролирует, за нее не ответит. Мэр уже провел встречи с жителями четырех районов города. Тема одна – новый закон о капремонте. И хотя многие в зале, согласно реформе, давно назрело, вопросы все равно остаются. Ведь люди привыкли, ЖКХ – это как черная дыра, где деньги исчезают безвозвратно. В нашем доме меняли трубы, положили половину. Новые трубы лежат уже пять лет, гниют. Деньги просто заворовали. Пожалуйста, назовите дату договора. Десятый год. Десятый год. Десятый год. Понятно. Значит, Игорь Владимирович, вместе с Владимиром Витальевичем, разберетесь по этой ситуации, почему ремонт выполнен, кто подписывал акты выполненных работ. По десятому году, к сожалению, очень много вопросов. Потому что ни по одному ремонту подписей ни руководителя ТОСа, ни старшей там по дому и подъезду не было. Вы знаете, что и одиннадцатый, и двенадцатый год мы требуем с подрядчиков по 185, чтобы обязательно старший по дому, старший по подъезду, если не было еще советов многоквартирных домов, расписывался. Только после этого происходит оплата. Значит, обязательно и по этому случаю разберемся. Острые вопросы звучат и на обучающих семинарах для председателей ТСЖ. После принятия нового закона обязанности у них прибавятся. По поводу вас, как председателей ТСЖ, вы, да, должны первыми уяснить, что это за закон. Почему? Потому что заказчиком будете выполнять работу, являться вы. Вы будете определять, вы будете сметы готовить, вы будете дефектовки готовить. Если вы готовы к этому, это один путь. Если вы не готовы, тогда есть второй путь, это региональный оператор. Поэтому здесь еще раз говорю, мы вас сейчас не убеждаем ни в чем, решение вам надо самим принимать. И принять решение нужно быстро. За тот или иной вариант проголосовать должны две трети собственников. В течение месяца нужно успеть провести собрание. Если не успеют, такой же срок отпущен муниципалитетом, чтобы они помогли людям организоваться. Платежи начинаются по истечению третьего месяца. Не платят только собственники тех квартир, где они признаны аварийными. Все остальные платят. Потому что дом, даже новостройка, программа рассчитана на 30 лет. А за 30 лет у него какой-нибудь вид ремонта будет предусмотрен. Поэтому не обольщайтесь тем, что у вас дома новые. Закон распространяется на всех. Платят только собственники, да? Собственники, да. Не собственники не платят. У меня 117 квадратных метров. Я буду сдавать 800-900 рублей ежемесячно. С какой бы это стати? У меня новый дом. 30 лет я буду стоять в очереди. С какой стати я буду сдавать по 10 тысяч? По 10 тысяч ежегодно 150 квартир. Они будут сдавать поменьше. К примеру, у меня получится там миллион. И с какой стати я буду 30 лет по миллиону сдавать 30 миллионов? А у меня всего на капитальный ремонт даже той же кровли или там всего нужно 5 миллионов. С какой стати я кого-то буду кормить? Уважаемые, читайте закон. У меня ничего не получается. В законе есть, там написано. Если мы накопили ту сумму, которая необходима нам на проведение капитального ремонта, мы принимаем решение и останавливаем платежи. Сумму взносов мы останавливаем. Написано в законе. Дискуссия не стихает в течение часа. Виктор Часовских уверен, такое бурное обсуждение только на пользу. Естественно, их волнует все эти проблемы. Они хотят докопаться до истины. Прекрасно знаю, сейчас дом находится в нормальном состоянии. Но через 20 лет он потребует ремонта. И чтобы сделать этот ремонт, нужны будут средства. Если эти средства собирать в последний год, это будет неподъемная сумма для жителей. Лучше ее собирать, начинать сейчас потихонечку, понемножку. И когда люди мне говорят, что вот через 30 лет мы не доживем до этого срока, я всегда говорю, у вас есть дети, у вас есть внуки, которые будут пользоваться этой квартирой. Почему же сейчас нельзя с ними переговорить, чтобы они начинали платить вот эти вот суммы? Это может быть не такие большие суммы. Но пусть они платят. Пусть они вкладывают уже средства. Мы просто приходим к такой же системе, как живет весь мир. Но все-таки весь мир живет несколько по иным расценкам, в том числе и в плане пенсии и зарплат. И поэтому в этом смысле не ожидаете ли вы волнует это, называемый, деприватизация? Ну, когда там, например, бабушка, которая сейчас собственная, там, Сталинки в 60 квадратных метрах, сейчас она будет не в состоянии, условно говоря, потянуть ее, да, в том числе и из капремонта. Согласно закона, соответственно, предполагается, что как раз бабушкам будет предоставляться субсидия. То есть рассчитывается, минимальный взнос рассчитывается, исходя из критериев доступности для населения. И на самом деле то население, которое у нас социально не защищено, оно больше платить не будет. Как раз стоимость минимального взноса будет финансироваться за счет субсидий от региона. Поэтому бабушкам у нас опасаться, слава богу, нечего. Это все, к сожалению, такой разогрев в публике. Если у меня пенсия 10 тысяч рублей, а у нас в среднем по стране 10 тысяч рублей пенсия, а квитанцию я получил на 4, на чьи я заплачу 2 200. Все остальное мне покроет как бы государство. Другое дело, что это эмоционально неприятно. И когда людям объясняешь, почему это нужно, что это им дает. Большинство людей хочет, чтобы их квартира не падала в цене, а росла. Большинство людей хотят, чтобы они жили в нормальных условиях, а не в аварийном доме. Вопрос, как это сделать. Все требует капитального ремонта. Чудес не бывает. Ведь не бывает, нельзя еще там... Это же фантазии, когда мы закрылись железной дверью, у себя в квартире сделай ремонт, а все, что дом рушится, протекает крыша и так далее, это нас не касается. Чудес не бывает. Ремонт нужно делать. И за это отвечаем мы с вами как собственники. Это раньше было все советское, социалистическое. Мы были нанимателями. Нам эту собственность дали. Но прошло недостаточное время, чтобы мы себя собственниками ощутили, чтобы осознали, что это стоит денег, содержание собственности. И вот сейчас, на этот переходный период, безусловно, оказывается максимальная государственная поддержка. Ну и главный вопрос, насколько же придется раскошелиться, пока без ответа. Минимальный взнос должны установить осенью. Он будет зависеть от этажности дома и вряд ли превысить отметку в 6 рублей за квадратный метр. А значит, собственник стандартной двушки заплатит не больше 250 рублей в месяц. Программа, кстати, рассчитана на 30 лет. За это время обещают привести в порядок все 2,5 миллиарда квадратных метров жилого фонда страны. Ну а что дальше, спросите вы? А дальше, отвечают авторы реформы, программу продлят. Ведь ремонт, как известно, можно только начать. У меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова